Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. В воскресенье, 2 часа дня. Решила вам записать небольшое видео. Но прежде всего хочу вам сказать, видите, я покрасила волосы. Не знаю, выдержу я до конца своего рассказа. Эту, эту, не завязанные волосы, я привыкла их все время собирать, они мне, знаете, раздражают, мешают. Такие у меня сережки жемчужные. Вот тут это жемчужинки из натурального жемчуга, а это камушки. И это из натурального жемчуга, такие бусики. Покрасилась я вот таким вот Гориньер номер 111. Привожу я его всегда с Украины. И крашу с ним уже очень много лет, потому что он мне подходит. Видите, и на картинке, и мой идентичный волос, да? Ну, эта картинка тут же сделана более так красиво. Вот. И это, это вообще-то, это мой цвет волос. Видите, здесь концы немножко светлее, потому что я концы не, не крашу. Они у меня всегда остаются. Это мой натуральный цвет. Я крашу только здесь, отрастают корни, поэтому я крашу. В детстве и, наверное, в восьмом классе, в начале восьмого класса, я подстриглась. У меня была такая толстая-толстая коса, длинная. В косе было волосы заплетены до пояса. И у меня был вот точно такой цвет волос. Я пошла в парикмахерскую, меня подстригли, и парикмахерша очень просила отдать мне косу. Но мама мне сказала, принеси домой. И я сказала, нет, я не отдам, я забрала её домой. Она у меня была так заплетена, она её отрезала сначала, а потом сделала мне какую-то безобразную-безобразную стрижку. И я вам скажу так, с тех пор у меня никогда больше не вырос такой длинный волос, как был, и у меня изменился цвет волос. Он у меня был светло-светло-русый. Вот кто смотрит мою наточку, у неё натуральный цвет волос русый. Светло-русый. И у меня был такой. А потом он у меня изменился, стал темнеть. Вот, поэтому я вот подкрашиваю только вот здесь вот корни, вот до этих пор. А тут я оставляю всё своё. Такое впечатление, как будто бы плохо покрашена, да, катмелировка. Ну, а мне даже нравится это. Вот. Ну и по традиции вам расскажу. Значит, Кико Милана. Помада, которой я сегодня подкрасила губки. И от Ивраше вот такие обалденные духи. В этих духах мандарин, лимон и кедр. Всего лишь три компонента. Но запах исключительный. Исключительный запах. Раньше, вы знаете, у нас в Турку был магазин Ивраше физический. И были очень хорошие скидки на всё. И на парфюмы, и на помады, на тени. Ну, на всё, на что вы хотите. Вот. А потом его просто убрали. А, кстати, хотела вам сказать. Видите, у меня тут тени зелёные. Так вы не подумайте, что это синяки у меня. Это у меня тени мне захотелось тенями. И ещё хотела вам сказать. Мне говорили за мои брови, да. Видите, у меня здесь вот такая вот полоска на брови. Это не потому, что я там не могу подщипать. Это не будет иметь никакой силы, как бы я не подщипала, не выщипала. В моём далёком-далёком детстве, лет, наверное, шесть мне было. Я вам рассказывала. Туда, в сторону Азовского моря. У меня там нянюшка жила. У меня был дружок Лёнчик. И вот мы с ним играли, и случайно он бросил камушек и рассёк мне вот эту вот бровь. И с тех пор вот просто, как бы я волосы не убирала оттуда, и когда они начинают отрастать, они отрастают по-другому. Не так, как на этой. Так создаётся какое-то такое непонятное, видите, впечатление, как будто бы абсолютно разные брови. Но с этим ничего не поделаешь. Ну вот. А рассказать я хотела вам сегодня. Мне был комментарий, спрашивали у меня, как это самое. С каких организаций платят в Финляндии пенсию? Вот если человек работал или если человек вообще не работал. Сейчас я вам расскажу. Значит, пенсия начинается сбор, так скажем, пенсии в одну пенсию. И с той пенсии, с которой вы приехали или которую вы оформили, если у вас есть какой-то стаж. А то есть или с Эстонии, или с России. Предположим, вы с Эстонией, и у вас 200 евро пенсии. Вот. Потом вы здесь какое-то время проработали. Значит, эти ваши 200 евро, плюс то, что вы заработали, скажем, 500, это будет 700 евро. И остальную сумму вам добавят с двух организаций. Первая организация называется, которая платит, и эти деньги называются канцанэляки, канцанэляки, то есть народная пенсия. Канцанэляки – это народная пенсия. У всех она разная. У всех она абсолютно разная. Вот. И еще одна часть, которая вам зайдет на счет, это называется такуэляки. Такуэляки – это добавка к пенсии. Она тоже у всех разная. Я буду говорить только о себе. Вот первые деньги, которые мне выплачивает, это так называемая организация, не буду вам показывать, организация КЕВА. КЕВА. КЕВА – это та организация, которая выплачивает пенсию по инвалидности. Вот идет начисление моей пенсии по инвалидности, и потом мне еще добавляют вот эти вот канцанэляки и плюс еще такуэляки. И в общей сложности это получается не мало, не много, а 842 евро 14 центов. Но если бы мы жили вдвоем с Юрой, эта пенсия была бы меньше. Мне бы уменьшили такуэляки, потому что когда живет два человека, муж и жена, или вы не муж и жена, но живете на одном адресе, вам начисляют меньше пенсии, потому что считают, что у вас общий бюджет, и за счет этого у вас меньше, ну как бы у вас расходы, но у вас две пенсии, да? Вот. Хотя когда мы жили с Юрой, у него была своя пенсия, у меня была своя пенсия, но все равно нам начисляли о сумме стуки, это оплату за жилье, ему – его, часть – мне – мою часть. Вот так вот. Поэтому когда человек живет один, у него немножко больше начисления, ну это совсем, совсем немножко, совсем, может быть, 50-70 евро, не больше. Вот это вот такой вот расклад по пенсии. У меня спрашивали, почему у меня такая маленькая пенсия, потому что я заработала всего лишь 460 евро 26 центов. Я вам объясню так, это, опять же, это примерный расчет. За отработанный год Финляндии вы получаете 500 евро. 500 евро. Ой, извините, 50 евро к пенсии, 50 евро за отработанный год. Вот смотрите, у меня было 5 лет на 8 часов, то есть полный рабочий день, 5 лет, это 250, это 250 евро. Дальше. У меня было еще 5 лет на 4 часа, то есть половину с этих 250, это значит 125 евро. Это плюсуется. И еще, кроме этого, у меня был один год в доме престарелых на 85% зарплаты, где я, наверное, получила, ну, пускай 150 еще евро. И вот сейчас мы прибавим и посмотрим. Вот, значит, немножко даже меньше, чем 150 у меня было. Может быть, было также 125, 125 евро. Значит, тут будет 0, 9, вот так вот. И у меня получилось 490 евро, а мне платят 460 евро и 26 центов. 1,23%. Но мы же не учли, еще же должны высчитать процент. Вот у меня 1,23%. Сейчас вам покажу. Видите? 1,23%. Видно вам там? Да. 1,23%. Значит, если с этой суммы взять такой же процент, вот и получается у меня 460 евро и 26 центов. Вот такая вот с чего слаживается финская пенсия. Если же, если же человек приехал и ни одного дня не работал, таких очень много, вот, предположим, Юра мой, он ни одного дня не работал, и у него не было, он же жил и в России, и в Украине, у него не было ни украинской, ни российской пенсии, вот, то у него, его пенсия составлялась из двух частей, вот, из канценэляки, то есть из национальной пенсии, и плюс из такуэляки. Извините, но мне это так мешает, поэтому я его сейчас сюда, вот за полочка, и уберу. Вот так вот, будет лучше как-то. Вот у него составляла пенсия из двух этих частей, национальная пенсия и добавочная пенсия. И когда, и составляла она где-то у него 780 евро. 780 евро. Вот это то, что я вам хотела рассказать, я забыла вам показать, видите, у меня, я такие себе маникюр такой сделала, видите, такой шиммерный лак, красивый, в два слоя я покрыла, долго сох, долго сох, скажу вам, вот, ну, высох, такой нормальный, красивый, вот, видите, этот лак называется ноготок. Ноготок, это наша украинская фирма, и когда я тоже всегда приезжаю, или Настюша мне всегда привозила, очень хороший лак, очень долго держится, очень красивый шиммерный лак. И я вам скажу, я всегда, из самого-самого того возраста, когда стала я делать маникюр, а раньше, если вы помните, девочки моего возраста, маникюр стоил 22 копейки, вот, а маникюр и брови, и ресницы стоило 40 копеек, 40 копеек у нас парикмахерская. Значит, я ходила, делала маникюр, делала брови, красила, и так их лезвиком подстригали, и реснички красила, 40 копеек платила. Ходила часто, ходила часто. Брови и ресницы не так часто, наверное, раз в месяц, а маникюр ходила два раза в месяц, это стабильно. Вот, ну, 40 копеек, что такое 40 копеек? Хотя, булка хлеба у нас стоила 20 копеек, хороший белый хлеб такой, как сейчас, вот, знаете, вот этот вот такой дрожжевой, что он никакой, его разрежешь, он только раз, вот так вот и упал, вот так одна там. А тогда была хорошая булка была, килограммовая хлеба, белого, стоила 20 копеек, а темный хлеб стоил, такая же булка, кирпичик, стоил 16 копеек, а еще был такой кислый-кислый хлеб, тоже кирпичик, тот стоил вообще 12 копеек. Ну, мы его никогда не брали, он был очень вкусный, как-то, ну, не нравился, невкусный. Всегда брали вот этот белый, и вот этот вот черный. Вот, так что вот этот лак очень хороший. Рекомендую, кто живет в Украине, присмотритесь, ноготок называется, наш украинский лак. Ну вот, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если будут какие-то еще вопросы, задавайте. Буду говорить только о себе. У Нины, например, с Левой совершенно по-другому. У них сначала и заходит российская пенсия, и каждый раз в год они из пенсионного фонда им присылают бумаги, там, по курсу евро, там, пересчитывают, сколько там, какой когда курс, да. Вот. А потом то, что они заработали, потому что Лева работал мало, всего лишь 4 года, и она работала 10 лет. Ну, все эти 10 лет она работала на 50% из-за проблемы спиной, со спиной. Тогда же, знаете, мы приехали, она же, она же приехала, ей уже было 55 лет. 50, подождите, 55? Нет, 50. 50, сейчас ей 70, 20 лет они прожили. 51, наверное. Вот у нее уже была пенсия. Они же в Сибири, у нее была пенсия, у Левой еще не было. Вот. И пока она работала, тогда пенсию показывать свою не надо. А когда она ушла на пенсию, здесь, вот она ушла ровно в 65, вот, она показала и свою российскую пенсию. И вот каждый год надо писать в пенсионный фонд письмо, и они потом присылают распечатку по месяцам, согласно курса, на тот день, когда они вам отсылают. Вот так вот как-то. Ну, и потом также делают две добавки. национальную пенсию добавляют. И добавку по пенсии, это такое лякет. Добавочная пенсия. Вот и все. Как насчет других стран, предположим, ну, скорее всего, так же. Скорее всего, так же, если вы там, ну, вот Эстония, это же Евросоюз, и сначала тоже учитывается эстонская, потом то, что тут заработал, и потом добавки, если тебе надо. Ну, скорее всего, эстонцы, вот у меня знакомая женщина, мы с ней учились вместе, потом и в одном доме жили, и работали в больнице, только в разных отделениях. Она в кардиологии работала, сюда носа, сто по-фински. Вот. У нее, финская, это эстонская пенсия хорошая, и здесь она, наверное, лет 15 работала, поэтому у нее нет, у нее вот этой добавки по пенсии, и нету национальной пенсии добавки. У нее есть только добавка, небольшая на жилье. Это называется асумис туки. Вот. Асумис это жилье, туки это добавка, вот добавка на жилье. У меня тоже есть добавка на жилье, которая составляет 412 евро. 412 евро. Вот. Их также каждый год пересчитывают. В прошлом году у меня было 416 евро. В этом году у меня на 4 евро меньше, по той причине, что моя вот эта заработанная пенсия поднялась на 4 евро. Она поднялась не по той причине, что я что-то там дорабатывала, да, а на инфляцию, просто дали на инфляцию, на 4 евро больше. Та организация дала, Акела, которая асумис туки выплачивает, она тут же уменьшила. То есть должна быть определенная сумма. Все. Так они и сделали. Поэтому тут, знаете, такой всегда баланс идет. Одни добавили, вторые убавили. Эти добавили, эти убавили. И так все время. Все. Закончу на этом. Всем хорошего воскресного дня, хорошего настроения, хорошей завтра трудовой недели, хорошего настроения. Не огорчайтесь, не ругайтесь, живите дружно, путешествуйте, насколько это возможно. А я вот, видите, сижу дома. Путешествия пока у меня не получаются. Никуда. Вот. Поэтому сижу дома. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Если вас что-то интересует, пожалуйста, спрашивайте. Я всегда отвечу или в комментах, или сделаю вот такое вам. небольшое видео и отвечу на ваш вопрос. Еще раз. Пока.